Видите, было много разглагольствований, R понеслась. А что здесь? ArrayList. Таблица. Берем худшие ситуации. Оценки по bigO. Вы знаете, что у нас есть метод n с одним аргументом, метод m с двумя аргументами. Есть метод, ну вначале, конечно, у ArrayLista, есть метод get и метод set. Я не пишу количество аргументов, потому что тут оно фиксировано. У set-то два аргумента, у get-то один аргумент. Это просто два разных. Это добавить в конец, это добавить в произвольное. Есть еще remove. Remove по индексу и remove объектов по равенству. И, собственно, какой-то метод contains там еще есть. А, первый вопрос, сколько они работают? Метод get по индексу, ArrayList, сколько работает? А, вот единицы. Потому что в массиве это random access структура с произвольным доступом. Доступ к произвольному элементу, как бы, получается мгновенно. Почему у массива, ну, ArrayList это обертка от массива. Почему в метод get у массива произвольного индекса работает за о от единицы? Очень просто. В массиве, в любом языке нормальном программировании, требуют, чтобы массив это была гомогенная структура. То есть массив интов. Я не могу написать массив чего угодно. И там лежат и инты, и шоты, и байты. Так не получится. Это приводит к тому, что все элементы массива имеют фиксированный размер. Поэтому, когда я пишу n катового элемента, они считают, что этот мой массив, он указывает на какой-то кусок памяти. И у меня хранится адрес начала памяти. Говорят, катый, размер интов сколько? Фиксированы 4 байта. То есть тут всегда один тип. Нельзя сделать массив левая часть из интов, правая из байта. Левая из интов, правая из обжига. Так не получится. Итого, размер инта 4. Значит, надо взять ячейку, которая стоит вот отсюда, отступить на 4 умножить на k, и там взять 4 байта подряд. Когда я хочу 300-тысячный элемент, то берут это инты, да, 4 байта, 300 тысяч, 1,2 миллиона. У нас тут ссылка на начало куска памяти. Отступаем в миллион 200 байт, вот твоя ячейка. Поэтому массивы, ну, так быстро считаются. То, что тебе ячейку по индексу находится на мгновенном. У тебя простая арифметика, и ты знаешь, у тебя нулевой элемент тут, первый тут, второй тут, третий, а миллионы, а отступи на 4 миллиона. Если у тебя лонги, отступаешь по 8. Если у тебя обжекты, мы не знаем по сколько. Виртуальная машина знает, сколько занимает ссылка на обжекты, и она отступает, n ссылок на обжект. Сет сколько занимает? Да, сет тут индекс, тут значение. То есть вы десятую ячейку установите, там, я не знаю, строку hello. Сколько? Тоже вот единица. Добавление конец. В худшем случае, сколько занимает? Да. То же, как мы смотрели, график вот такой, вообще единица, но в ряде 3 не происходит плохие средства. А варим про худший случай, вот он, график линейный. Ну, если нам не повезло, как мы добавляем миллионный элемент, предыдущие 999 и 999 надо скопировать. Получается, что метод n в конец работает, в общем-то, пропорционально размеру текущего рейста. Вставка по произвольному индексу, в худшем случае, сколько работает? n. Хорошо. Если я бы делал метод add, так обычно не делают, не фиксируют аргумент, но если бы я вставлял в нулевой элемент, сколько бы было в худшем случае? Служили n, у нас все переместилось. Хорошо, если бы я вставлял в последний элемент, значит, array len минус 1, если выделяется новый массив, метод add, который вставка, он вообще переработает так, есть массив, вот это занято. Я хочу ставить вот сюда, я хочу ставить вот сюда. Они смотрят, значит, нам нужно на одну ячейку больше. Если конец свободен, если в конце есть одна ячейка, они вызывают просто system array copy на единицу и записывают элемент сюда. То есть в лучшем случае вставка в конец занимает единицу. В лучшем случае. Но в худшем случае весь массив заполнен. Я хочу ставить вот сюда, в самый конец. А нет, у меня 10 ячейок, все 10 заполнены. Тогда приходится выделить массив, скопировать туда старые данные, и после этого наш элемент добавить сюда. n плюс 1 будет. Ну, плюс 1, Гарюш, индустрирует. С умножения на константы, прибавление функций, которые растут медленнее. Хорошо, функция contain. Сколько работает? То есть я у арейлиста, у меня арейлист чисел. Я пришел, говорю, contain 126. Говорю, ты содержишь по 26 или нет? n. Да. Просто линейный перебор. remove так же, как и add, работает o от n. Если посмотреть, арейлист, он везде очень плохой, кроме set и get. Да, у меня шуток get ответственность не включил. Это просто массив. У него доступ, то есть если ты его не меняешь, то чтение и запись у него быстрое, как ты тогда начинаешь менять, все, здорово. Это пытаются исправить. Например, хотят, чтобы метод add, вот add работал не o от n. Как это сделать? Можно свести код единицы. Добавление в конец. Почему? Можно вот эти вот фики сбить. Как их сбивают? Легко. Если я, например, я открываю файл. В файле записан текст. То есть буквы, пробелы, буквы, пробелы, буквы, пробелы. Я хочу создать арейлист слов. Когда я подошел к файлу, размер файла 100 килобайт. Значит, там не больше, чем 100 тысяч слов. Никак. На самом деле, даже если все слова из одной буквы, то идет буква, пробел, буква, пробел. Значит, там или буква, точка, буква, запятая. То есть там не больше, чем 50 тысяч слов. Значит, если я сделаю new арейлист 50 тысяч, у арейлиста есть конструктор, который получает размер начальной массива, то теперь в рамках моей задачи, метод n у меня всегда на моей задаче, он будет полот единицы, потому что у меня, я выделяю заранее 50 тысяч, а добавлений будет не 50 тысяч, не больше. Тут очень четкая дилемма между памятью и процессором. Если тебе лень копировать и тратить процессор, ты можешь, то есть повезло, у нас есть ветка, я могу выделить побольше памяти. Ну, remove так не улучшишь, например. Remove в любом случае копирует элементы назад. А f, то есть ты сразу пишешь, new арейлист на миллион, на 50 тысяч, делается здоровенный массив, незаконный, ты вызываешь n, места хватает, вызываешь n, места хватает, n, места хватает, все, места всем хватает. Если ты заранее выделил массив больше, чем у тебя будут элементов, то у тебя вот этих пиков никогда не будет. Точнее так, если бы ты бесконечно вызывал n, у тебя первый пик был на 50 тысяч, ну, 5 тысяч один, вот тут был здоровенный пик. Ты конструктором-то обеспечил, но мы туда не даем. И получается, что мы добавление можем ввести к o от единицы. Этот s, в общем-то, улучшить нельзя, его можно слегка сбить, тоже до o от единицы. Опять же, вот сейчас это неправильно, когда я пишу тут вместо n всякие единицы, это я говорю, если мы так построим свой код. как это можно сделать? Опять же, если я буду вставлять только, первое, я заранее выделю памяти, размер больше, чем будет элементов, второе, я буду вставлять только в самый конец. Ну, скажем, в последние 10 элементов. То есть вот это заполненное, я буду вставлять вот только вот в эту часть. Да, будет маленький системарайкопи, 3, 5, 7 элементов. Ну, каждая вставка будет не o от единицы, а o от 10. Может быть, такой алгоритм, что я вот там в конце вставляю, не добавляю в конце, а там чуть-чуть надо вступить на 2 элемента и вставить. Хорошо. Теперь пишем то же самое для линкот листа. И сейчас посмотрим багание об этом. У нас есть линкот лист. Что такое линкот лист? Линкот лист внутри, это дважды связанный список. Мы с ними работали, поэтому придется уметь все представить. Смотреть в сердце не поможет особенно. То есть у вас есть замутная штука, у вас есть ссылка на один конец и ссылка на второй конец. Тут получается. get по произвольному индексу. Сколько работает в худшем случае? В худшем случае все пройдут. Да. Да. Сразу скажу, внутри у сердца в общем-то сделано. Они смотрят, к какому концу вы ближе и идут с правильного конца. То есть изливать серебряную сюда, то идет next, next, next. Если вы ближе туда, то идет проект, проект, проект. То есть получается, O от N делить на 2, но это то же самое, что O от N. Хорошо, set сколько работает. Вот N. Да, почему? Да. У linked list, когда мы работаем с концами, он очень быстрый. Когда мы работаем не очень далеко, он хороший. Когда мы работаем с серединой списка, ему придется пройти столько стрелок, то есть запустить цикл, делать next, 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 или prep, prep, prep. Половину элементов списка придется пройти. Куча ситуации. Если мы взяли середин. Хорошо. Добавление сколько у меня работает? 1. Да. Да, тут же у нас N. Это я расписывал ситуацию. Хорошо. Добавление по индексу сколько работает? N. Удаление по индексу. 1. Нет, нет, нет. Это уже N. Мы указали средний индекс, придется до него дойти. Вот N. Удаление тоже самое, придется все перебрать. Да, contains тоже придется все перебрать. Добавление вот этих. То есть добавление в левый конец, добавление в правый конец. По одному. Теперь смотрите. Один из типичных вопросов на собеседовании звучит так. Вам предлагают расскажите разницу между AREL-листом и листом. Ну, самое первое, что нужно сказать, что они оба реализуют интерфейс-лист, что это значит, какие у них методы. Теперь чем различаются? AREL-лист не более чем отвертка над массивом, линк-лист два же связанных списка. Когда вас просят их сравнить, то тут надо понимать. неправильно говорить, что один хороший, другой плохой. Ответ, который лично я бы хотел слушать на собеседовании, что есть четыре ситуации, все возможные комбинации. оба хорошие, оба плохие. Выигрывает AREL-лист, выигрывает LING-GAD-лист. Когда оба плохие? Вы берите строчку, где NN, ну, вот remove, вот так же. Ударить элементы с середины. Добавь элемент в середину. Оба плохие. AREL-лист игровенно найдет середину и медленно будет рассовывать элементы. Ну, точнее, в ту сторону взять. LING-GAD-лист очень долго будет искать середину, а потом гдоведа вставит. Выделить новую штуку. Когда добежит, долго. А потом делать просто вот так. Хорошо. Когда оба хороши? На первой строчке, и все хорошо. Собственно говоря, уху-ху-ху. Чтение с конца. То есть, если мы читаем голову, например, ну, самый лучший способ это добавление, когда мы заранее знали. Если мы заранее знали, сколько будет элементов, мы AREL-лист выделили побольше, у нас хорошая скорость. Ну, мы просто выделили лист, туда накопили элементы, а потом их вот-то сбросили. Просто их накапливаем. Add, 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 add. Вполне нормально. Мы идем по файлу и вычитываем новое слово. И сохраняем. Add, 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 add. Конечно, потом нам придется что с этим делать? Перебрать их, найти слово, отсортировать. Тут скорости меняются. Ну, дальше. Когда выигрывает linked list? Ну, linked list выигрывает, вот если есть, добавление двух концов. Remove двух концов тоже у него за от единицу. То есть, в этом смысле, два же связанных списка, если посмотрим, то linked list, он имплемент не только лист, он имплемент также интерфейс 2, дэк. Думу. Да, но есть очередь. А это была правильная очередь. Очередь, это структура данных, как очередь в магазин. Ожидается, что ты добавляешь с этой стороны, а удаляешь с той стороны. Ну, в общем так. Двунаправленная очередь, это система, в которой считается, что на каждый конец добавляешь и удаляешь, добавляешь и удаляешь. Но работаешь только с концами. Потому что если у тебя стоит очередь в поликлинику, то есть, обращение по индексу, оно огромное, да? Мне нужен 49-й человек. Для очереди это сложно, они реально будут считаться. Первый, второй, третий, как на физкультуре. Рассчитайся. Первый, второй, третий, что я даю, что я даю, что я даю. Так, а рейлист имплемент столько лист. Д, он не реализует. И в очереди не реализует. То есть, линг-арт-лист хорош, когда у тебя, например, тебе нужна просто очередь. Ты с этой стороны добавляешь, то и забираешь. Что мне все равно, вот так добавлять или вот так? У рейлиста добавление хорошее только с той стороны, если заранее есть место. Добавлять рейлист в эту сторону, у него каждый раз будет систем рейт копия. Когда выиграет рейлист, когда ты постоянно, ты заранее создал массив, из базы данных загрузил, а потом только get-edge. Ну, реально, это какого-то словарь. Какая-то таблица, при запуске вашего приложения вы считали содержимое из базы данных, а в приложении работало у вас сутки на сервере, и вы сутки только читали элементы. Вы их не меняете. давайте посмотрим, как это выглядит в числах. Да, почему сутки почему требуется представление этого поверхностного пройти О? Потому что даже на небольших примерах разница может быть катастрофическая. может быть какая-то она тяга. Вот чего добиваются собеседующие. Когда они спрашивают про bigO, то есть некоторые собеседующие даже тету от O не отличаются. Это как формальность, это вроде как правильно писать тройной интеграл, то есть как за колючку это ставить. Что их интересует? Вот мой эксперимент. У меня есть листы длиной по 100 тысяч, я 100 тысяч раз повторю следующий эксперимент. У меня цикл по 100 тысяч. А нет, вот. У меня будет лист длиной 100 тысяч в букву А. Так, просто, ну вот. И дальше я 100 тысяч раз получаю элемент по индексу. Индекс сейчас это середина. Давайте смотреть, вот линкать лист. Да? Я буду брать элемент из головы. Запускаем. Ответ в миллисекунда. 8 миллисекунд. То есть я 100 тысяч раз уложился 8 миллисекунд. Хорошо. Это ArrayList. То есть я беру нулевой элемент. 4 миллисекунды. 3. Хорошо. Допустим, я теперь беру середину. Это я забиваю лист. Вот мой тест. Я беру System Current Time Millis. Потом 100 тысяч раз. Просто у листа делаю get-get элемента. и замечаю отметку времени. То есть я 100 тысяч раз беру средний элемент. ArrayList. 4 миллисекунды. Хорошо. У линкать листа. Можно покушать, а может вкусно. Игры подобраны так, чтобы не заскучали. То есть собеседующие на многих собеседованиях, на третий так точно, может на половине, спрашивают про это Big Paul. Что-то вот из-за этого. То есть слишком часто люди могут облажаться, когда пишут код. И типичная ошибка. У человека есть какое-то интуитивное мнение о классах ArrayList и линкать лист. У него появляются ситуации, когда оба плохи. Но он сильно не задумывается, ему кажется, что тут линкать лист лучше. Или ArrayList лучше. И он берет его, потому что это лучше. На самом деле оба плохи. Он его берет, отдает в тестовый отдел. В тестовый отдел заливает какие-то липовые данные, протестировали, все летает. А как я протестировал, все летает. Кода дают в production. Где-то там, там какая-то его просто одна строчка. Вот. Код работает. Когда код сталкивается с реальными данными, и в ArrayList уже не 10 элементов, а 100 тысяч, то оказывается, что это время работы, оно пропорционально размеру. И у тебя какая-то страница может рендериться уже десятки секунд. Просто потому, что ты что-то неправильно выбрал. Вот яркий пример, когда берешь ArrayList. Время работы просто в 3000 раз быстрее. То есть эксперименты будут не те же. То есть remove. Набираю список на 100 тысяч, убираю с середины. ArrayList. Да, тут середина меняется. Хорошо. Есть ArrayList. Долго. ArrayList. Тоже был. Да, это было 4500. Да, теперь будет. То есть вот, что еще сильно напрягает людей на практике? Что люди иногда долго выясняют и говорят, что ArrayList лучше линкать листа. Если ты удаляешь из середины, человек долго ставит эксперименты. Он говорит, смотрите, удаление из середины ArrayList 400 миллисекунд. Из линкать листа 4000. И на этом основании человек как бы делает вывод, что ArrayList лучше для данной ситуации. В данном случае оба работают O от N. Только видимо у ArrayList, допустим, O от 2 N, а у линкать листа O от 20 N. То есть да, на константу лучше. Но если я сейчас массив у десятилю, то оба времени увеличатся. Если данные будут в 10 раз больше, оба алгоритма укушатся в 10 раз. И то, что вот на конкретных цифрах этот выиграл у этого, получается, что в 10 раз это чуть-чуть. Потому что очень легко. Вы тестировали на базе данных, в которой 1 мегабайт, а в продакшене у вас 10 гигабайт. Просто в 100 тысяч, в 10 тысяч раз размер увеличился. Хорошо. Такой пример. Смотрите. У меня есть ArrayList. Пошли дальше. Есть ArrayList, который забил интежеры. Да, одна из особенностей generic of Java, у нас нельзя дженерифицировать примитивным типом. Я не могу сделать лист интов. Эта особенность Java в C++ можно. У них тоже есть различия на примитивные и ссылочные, но у них можно дженерики делать и от примитивных, и от ссылочных. У нас только от ссылочных. Поэтому я, когда хочу хранить ссылки, храню new integer. Это всегда большая проблема, потому что если мы сейчас глянем, как выглядит. Чтобы понимать, как выглядит ArrayList integer, то он выглядит ужасно. ArrayList integer выглядит так. Лист ссылается на ArrayList, в котором есть ссылка на массив, в котором лежат ссылки на интежеры. Нет, вот этот прыжок происходит очень быстро. Но потом на каждый элемент у меня происходит один прыжок, второй прыжок, третий прыжок. Если оказывается, что вот это все разные места в памяти, то есть ссылки на интежеры хранятся в массиве, но сам интежер хранится в другом месте хипа. Поэтому вообще говоря, если посмотрите лекции про биржу, у них вообще, чтобы укладываться во время, у них не только нет garbage collector, они не используют ссылочный тип. Если у вас есть много строк, вы храните не массив строк. Да, вы храните чары, вы берете здоровенный массив чара, а потом говорите, каждые десять. У тебя нулевая строка это чары вот здесь, первая строка чары здесь, вторая строка чары здесь. Приходится ограничивать, то есть у тебя идут строка на май, а потом стоит 0,0,0,0,0. Фиксированного размера. И сейчас, то есть надо так проектировать говорить, чтобы строки были не больше десяти. Ну то есть приходится все как бы примитивизировать, чтобы не было ссылок, чтобы не прыгал все время за ссылками. То есть по сути дела, когда пишут биржи на джаве, то по сути это уже не джава, это как си. Даже хуже с си. Так а зачем джаву использовать? А зачем си использовать? Ну что-то не выпиливать гармочка где-то. А, выпиливать там недолго. Если биржу пишут десять человек номер два года, то выпиливание гармочка-коллектора такая мелочь. Если ты на си пишешь, на си, на си плюс плюс, просто изначально нет гармочка-коллектора. Там просто есть new, а потом не забудь вызвать delete. И тебе тоже нельзя вызывать new, потому что тебе нет времени вызывать delete. Фронтация кучи, все дела. На высоком уровне, если посмотрите на YouTube, вот те ссылки, что я дал, там рядом с ними рекомендуют. Есть там Яков Сироткин. Это такой, значит, тоже обалденный программист из Москвы. Они писали гинетический ассемблер. И они писали около на джаве, но им было все равно, что писать на джаве или на си плюс плюс. Или на джаве, я не понял. И там лекция устраивает поливарс, аудитория в Яндексе, по-моему, что круче, джава или си плюс плюс. На таком уровне, когда у тебя 10 человек пишут очень тяжелое ПО, например, 3 года, оказывается, что языки программируют мелочь. Когда они все работают, там, циклы, циклы, переборы, то оказывается, что, ну, это не важно. То есть, переключается между языками. Почему все-таки джаву используют? Наверное, больше спецов на джаве, например. Здесь такая вот, я несколько раз встречался, сталкивался с заказчиками. То есть, когда сайт какой-то можно было бы сделать на пхп, а делают на джаве. Это дороже. Почему больше спецов крутых? То есть, так получается, что пхп язык достаточно простой, и человек после 5 лет на джаве умнее, чем человек после 5 лет на пхп. Джава сложнее, много камней, много фреймверков, много многопоточностей. В пхп нет многопоточности. То есть, человек 5 лет после пхп обязательно знает, что такое многопоточность вообще. У них нет понятия стартовать потом. В джаве есть. И получается, что джавистов ты как бы больше найдешь умных. Пхпшник перестаётся очень быстро развиваться в области языка, начиная с прокси-сервера, лоад-балансинг. То есть, пхпшник, чтобы поддерживать коэффициентный директор, приходится уходить с пхп в базы данных, в джава-скрипт. На пхп там нечем кормиться. Там нет 100-500 книжек по пхп. Итак. Лист интеджера — это просто следствие, что в джаве нельзя дженерифицировать примитивами. Вообще это плохо. Что мы видим? Мы распечатали лист. Вот он красивый. Говорим, лист contains new integer 1. Он говорит, да, да, true. Хорошо. Лист remove integer 1. Он удаляет. Распечатываем лист, получаем лист 0,2. Ну, единицу удалил. Все чудесно. Метод contains, метод remove работает. Хорошо. Повторяем абсолютно тот же самый трюк с юзерами. Делаю свой user 0. У него будет имя, будет возраст. В конструкторе их забиваю, делаю two-string, чтобы было красиво. А абсолютно тот же эксперимент. У меня лежит Аня 18 лет, Майк 45, Сара 25. Распечатаю лист, спрашиваю, существует ли здесь средний Майк. И удаляю его. Вот мой лист. Аня, Майк, Сара. Содержишь ли майка? Нет. Удалить. Он говорит false, я не удалил. Распечатай. Вот старый лист. Интежер удалил. Стрим я сделаю, удалил. Моего user 0 не удаляет. И не находит. Гипотезы есть? Это же разные ссылки. Это разумные объекты. А почему тут работает? Я через view создал. И тут view. Тут зависит автоматическая. У меня дела не вытеджерим. Когда я вызываю view, я явно требую выделить новый объект. Там ничего не срабатывает. Я говорю, view, давай новый объект. Чтобы было понятно, давайте так. Чтобы я вас не обманывал. New integer. false. Я потребовал два раза явно выделить память. Они выделяют память в разных местах. Я integer взял просто потому, что это системный класс. И так. То есть не работает. Хотя очевидно, тут я людей не обманул. Одно и тоже. Ну то есть вот user mic. Ну вот mic 45. Здесь mic 45. Вот еще пример. Смотрите. Да. Дженерики. После того, как мы, например, что-то дженерифицировали, это нормальный тип. И вы можете использовать его, чтобы дженерифицировать что-то другое. У меня тут лист, листов, строк. Ну как будто это двухмерная матрица строк. Я добавляю туда, то есть в моем этом мега-листе первый элемент. Это лист ABC, второй DEF, третий GHI. Распечатаю. Потом спрашиваю. Тут полная схема такая же. Есть у тебя лист DEF? Ударить лист DEF? Давайте посмотрим. Тоже работает. Напечатал. Вот мой лист листов. Ну, можно сказать, что это двухмерный лист. ABC, DEF, GHI. Содержишь? DEF. Содержу. Удаляй. True. Распечатаю. Да, вот его нет. Делаем тот же самый трюк с массивами. Это лист массивов строк. Запускаем. Не работает. У массивов не переопредел метод toString. Поэтому вот так вроде его выглядит. Печатаем. Три штуки. Contains. Мне не содержат. Удаляй. Я ничего не удалил. Печатаю. 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 Это те же самые три штуки. То есть что-то работает для интежеров и не работает для моих юзеров. Что-то работает для листов и не работает для массивов. Три штуки. Три штуки. Три штуки. Три штуки. Три штуки. Что следующее? Давайте. Мы внутри R и листа. Давайте посмотрим метод contents. У них есть метод интексов. Они проверяют, что фактически они ищут линиевым сканированием. Если нашли элемент, то индекс больше нуля. То есть они контент сделают широкий. Хорошо. Индексов. Вот как он выглядит. В листе могут храниться нулы. В этом начале проверка на нул. Если я прошу найти нул, то они ищут ячейку, в которой нул. Крутят цикл по всей длине и спрашивают равна ли ячейка нул. Иначе, если мой ключ не нул, они крутят цикл и вызывают equals. Они у ключа вызывают equals на элемент. Они не сравнивают на нул сравнение. А если не нул, то вызывают equals. Ферчевольно сделано. Смотрим. Я создаю лист юзеров. User 0.26 низкая версия юзеров. Забиваю туда объекты. Ссылку на этот объект я не буду хранить. То есть мне когда добавить, я пишу new user. Когда меня спрашивают. Иван, посмотри, есть ли в списке Mike 45 лет. Я делаю new user Mike 45. И вот у меня Mike 45 летний. Я с ним прихожу к листу. Я же иду к листу посмотреть, если такой Mike. У меня в руках не будет ссылки на тот объект, который в листе. Я лист и создал для того, чтобы не хранить ссылку на каждого из них. Это вполне нормально, что я в список кладу new Mike. Contains делаю new user. Revue делаю new user. Я все время делаю new. И вот тут оказывается, что надо переопределять метод equals. Вообще говоря, для бизнес-объектов. Это вообще для любых объектов. Если их надо сравнивать. Правильно использовать new. Там же действие на равенство, которое сравнивает ссылки. А надо их вызывать метод equals. Если вам надо сравнивать. Ну если вы коллекция. Если вы помещаетесь в коллекцию, обязательно нужно переопределить метод equals. То есть получается, что хотя в памяти у меня два разных места. Это мне user. Это user. Это user. Я не могу ссылаться. Это ссылается на одну строку, где написано my. И написано 45. Это ссылается на другую строку, где написано my. 45. Тем не менее, с моей точки зрения, это u0, это u1, это одно и то же. Это в жизни вполне нормальная ситуация. Если вам показывают две фотографии, картины с Мадонной, вы смотрите в Сикстинском или капелле. Леонардо Водовичи, да? Мадонна Леонардо Водовичи. То есть вы смотрите, хотя вам дали две разные бумажки. Но если вы смотрите на то, что с фотографиями, да, да, это фотография одной и той же картины. Хотя вам дали две разные бумажки. Тут та же самая ситуация. Вам дали два разных пуска памяти. Но с точки зрения вашего бизнеса важно не то, что они в разных местах говорят, а вы анализируете смысл. И тут написано Mike 45 лет, и тут Mike 45 лет. Или да, это одно и то же. Давайте посмотрим, вот метод equals переопределен. Давайте посмотрим, все ли теперь хорошо. Вот тоже самое, только не юзер 0, а юзер 1. Я все добавляю, ту же Анну Майкасару, спрашиваю Contrains. Теперь работает. Вызывает equals и находит. Теперь находит. Вызывает equals и находит. Как мы строим equals? Как мы строим equals? В самом простейшем случае, equals обязан сравнить просто все поля. В случае человека люди дискретные. Нет понятия близко. Когда мы сравниваем точки на плоскости, например, на экране. Ты нарисовал тут что-то, да? Станцию метро. Человек вот пальцем своим по тачскрину тыснул. Но в реальности он попадет прямо на тот пиксель. Он попадет рядом. У тебя есть, знаете, рядом точки на экране. Это дискретные объекты. Это фотографии либо того же человека, либо не того же. Хотя смотря как, когда как. А их посадить в тюрьму, но найти их на того же. Подбираем актера, можно вводить расстояние. Актеры часто мрут, приходится подбирать похожего. Получается почти так. Итак, как мы реализуем метод equals? Смотрите. Первое. Очень важно. Метод equals в аргументе получает object. Это user1. Было бы очень мило, если бы я в аргументе получил user1. Я юзеров сравню с юзером. Но нет, это не override. Компилятор ругается. Почему? Да. Вот это главная причина, по которой используют нотацию override. Если бы не было, никто бы не ругнулся. Сейчас получился overload. По ООП будем учить. Если кратко. Смотри. Мой предок, JavaLangObject, объявил метод equals, который получит object. И у предка метод equals определен тривиально через сравнение ссылок. То есть equals и сравнение. Ссылок совпадают. Потомок не может изменить аргумент метода. Точнее получается забавно. Смотрите. Если я у себя объявляю метод, который object, то я переопределяю метод редко. И можно написать override. override. То есть я... ... ...